Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения. Говорите громче. Андрей, мы приветствуем вас в эфире. Да, здравствуйте. Ну, вообще, мне казалось, что за полтора года уже всё, что можно у этих, как говорит Навальный, жуликов и воров, а теперь ещё и военных преступников, уже всё нашли. И вот мы узнаём, что, оказывается, Ротенберги по такому, согласитесь, Андрей, по такой примитивной схеме, как просто заведующие каким-то складом, ничего нового не придумали, да, прячут своё валютное имущество. Так долго ли нам ещё разыскивать? Много ли там в закромах Европы у этих негодяев осталось? Ну, к большому сожалению, мне придётся вас разочаровать. Всё, что мы видим сейчас на поверхности, это как верхушка айсберга. Огромное количество, я это не устаю повторять и говорить, и не только с момента полномасштабного вторжения. Здесь, в Великобритании, окопалось просто несметное количество этих людей, которые занимаются отмыванием денег, которые занимаются преступной деятельностью, которые пытаются использовать правовые механизмы, принятые в Великобритании, для того, чтобы и прятать деньги, и прятать имущество, и, в общем-то, заниматься, по большому счёту, подрывной деятельностью. Об этом мы всём говорили вместе с нашими соратниками долгие годы. Однако же только тогда, когда бомбы начали падать в Украину, на мирные города и мирных граждан, Запад, и в том числе и Великобритания, которая многое сейчас делает для того, чтобы помочь Украине выиграть эту войну, в общем-то, они проявляли озабоченность. Мы все помним эти времена. В начале десятых годов здесь, в Великобритании, огромные миллионы российских денег тратились на то, чтобы скупать политическую и экономическую, в общем-то, эстеблишмент в самой стране. Это делалось и в других странах. Мы знаем прекрасно, как шарашили так называемые представители русского мира в Германии, где, по оценкам независимых экспертов, к моменту начала полномасштабного вторжения, было скуплено порядка 70% этой элиты. Они выгуливали англичан на разные балы, на разные представления, встречи, прикрываясь культурными проектами. Во многом этому помогали так называемые хорошие русские, которых мы всех знаем сейчас, и которые, в общем-то, противостоят тому, чтобы российские граждане за рубежом и те, кто выступают против войны, донатили вооруженным силам Украины, донатили легиону свободы России и другим подразделениям, составленных из российских граждан, воюющих в составе вооруженных сил Украины. Поэтому, в общем-то, здесь методично такая была большая проведена работа, долгие годы, огромное количество денег, опять-таки подчеркиваю это. Это и сегодня происходит. Вот буквально сегодня в одном из самых больших университетов Великобритании состоял внеочередное собрание ученого совета, на котором пытались пересмотреть бумаги, которые гласили о том, что профсоюзы ученых выступают против того, чтобы предоставлять вооружение, любое вооружение Украине. В какой-то момент это удалось сделать, просто, ну, как-то это вот действительно там отдельная структура профсоюз ученых, да, то есть таких профсоюзов огромное количество по всем профессиям. Я просто знаю именно сегодня, так вот случилось, что возник вот этот скандал внутренний, который сразу же был разнесен по русским пабликам и, в общем-то, удалось на сегодняшний день как-то пресечь вот это так называемое постановление этого профсоюза. Но так или иначе, действительно, огромные средства, огромное количество агентов и пособников задействовано именно вот в этой кампании, которая, наверное, может отговорить, что это такой второй фронт войны между Россией и цивилизованным миром. И, в общем-то, они многое делают для того, чтобы это произошло, и эту войну там информационную в том числе они пытаются выиграть. Поэтому здесь тоже нужно обращать внимание на россиян, живущих за рубежом, которые живут долгие годы. Я уверен совершенно, что у спецслужб в Великобритании имеется информация по тем или иным лицам, может быть, даже не по всем, но в глобальном составе, я думаю, что 90% они имеют представление, какую недвижимость они спрятали, каким образом, какие деньги они используют для того, чтобы отмывать здесь, в Великобритании. Поэтому, в общем-то, ну, должна быть политическая воля. Просто сейчас проблем огромное количество, в том числе и в самой Великобритании, и с экономической точки зрения, и с политической. Поэтому, конечно же, рук на все не хватает. Но обо всем об этом мы говорили задолго до того, чтобы, в общем-то, началось вот это полномавторное вторжение. И сейчас действительно фронт должен быть направлен вот на Западе именно на выявление пособников и запрета им нахождения в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Канаде, во всех тех странах, которые сегодня выступают союзниками Украины. Поэтому здесь это действительно достаточно большая работа, которая, ну, в общем-то, бьет по макушке тех, кто этим занимается. Потому что вот этот огромный фронт так называемой либеральной общественности и хороших русских, они просто этому противостоят в связи с тем, что они повязаны с этими людьми долгими годами. И в том числе, в общем-то, не только финансовым, но и уже там и дружеские отношения. Так что здесь это достаточно большая проблема, которую, ну, необходимо тоже решать, как и решают сейчас войска Украины на фронте. Мы сейчас, Андрей, перейдем к нашей рубрике традиционной. Вы уже были участниками этой рубрики. Мы просим наших зрителей написать нам свои мнения и обсуждаем с гостями ответы. Сегодня мы будем обсуждать ответы на вопрос, ответы на вопрос, как война ухудшила финансовое состояние россиян. И вот первую я хотел бы прочитать. Лариса Вольф написала нам свой ответ. Она из России. Тем ценнее ваш ответ, Лариса. Вы не побоялись написать, что вы из России. Я призывал всех зрителей написать, откуда они. Лариса Вольф, Россия. До начала войны жили бедно и плохо. Сейчас денег не хватает даже на продукты. Вещи давно не покупаем. О более дорогих покупках телевизор, холодильник давно забыли. Денег не хватает на смену обуви с зимы, на весну, с весны на лето. С содроганием думаем о том, что скоро начнёт начало учебного года. Ребёнка собрать в школу не за что, не на что. В семье двое взрослых работаем, ведём обычный образ жизни. Школьник, студент на полном содержании родителей. Лариса Вольф, Россия. Согласитесь, Андрей, это сообщение могло быть от миллионов граждан Российской Федерации. Это абсолютно житейская ситуация. Ну вот, что бы вы сказали по поводу этого письма из России, которое мы получили в Телеграме? И как это сопрягается с тем, о чём мы с вами говорим? С этими миллиардами, которые компания Путина, его друзья, подельники и все чиновники, силовики продолжают хоронить за рубежом и в России? Андрей, с нами, Андрей. Кажется, у нас случилась заминка со связью. Ну что ж, надеюсь, Андрей вернётся. Мы ему перезваниваем. Давайте пока вот такой вот общежитейский комментарий. Вот можешь прочитать. Спасибо, мне тоже очень интересно. Это же смотря каких россиян, те, которые пытаются работать на Запад, сильно ухудшило и ещё больше ухудшит. Пишет, ухудшит, пишет Виталий. Да, ну Виталий, очевидно, тут с намёком. Вот это, каких россиян, те, которые работают на Запад, ещё больше ухудшит. Андрей, у нас связь исчезла. Андрей возвращается к нам. Андрей Сидельников. Вы слышали, да, сообщение Ларисы? Давайте мы его ещё раз покажем. Вот оно, вот оно сообщение. Из России, что особенно ценно для нас. Это письмо, полученное нами из России. Лариса пишет, до начала войны жили бедно, плохо, а сейчас описывает какие-то бытовые свои сложности, что не на что собрать ребёнка в школу. Многие могут подписаться под этим. Андрей, как вы это прокомментируете? И какой страшный контраст, да, с этими наворованными миллиардами, которые вам и подобным вам, активистам, приходится искать по всему миру? Ну, смотрите, здесь, опять-таки, наверное, мои комментарии не так нравятся россиянам, которые остались в России и живут. Это основная же масса, да, там больше 140, наверное, трёх миллионов сейчас проживает. В общем-то, это не идёт в сравнении с тем, что испытывают украинские граждане. Более 18 миллионов человек переехали с места своего основного проживания. Больше 8 миллионов являются сейчас беженцами и уехали из Украины. Ежедневно подвергаются бомбёжкам мирные города. Поэтому, в общем-то, ну, Ларисе могу сказать следующее. В общем-то, сегодня все государственные машины, все финансы направлены на войну. Ни на какие сборы на школу, естественно, не предусмотрены. И не будут предусмотрены очень долгие годы. Казна в России опустошена и, в общем-то, там нету как бы денег. Нам рассказывают какие-то цифры, которые не имеют отношения к реальности. И все средства сегодня направляются на войну. Поэтому ожидать улучшения какого-либо уровня жизни в России в ближайшие годы, я бы просто не то, что не прогнозировал, а просто это невозможно ни по каким экономическим выкладкам, ни по каким, в общем-то, там, вливаниям. Будет запущен уже сейчас печатный станок. Это приведет к огромному инфляции. И здесь не мне рассказывать, наверное, россиянам, которые ежедневно ходят в магазины и видят повышение цен, в общем-то, в ежедневном режиме. Так что плачевная ситуация. И это, в общем-то, все привело как раз из-за действий режима Владимира Путина. Так что здесь, там, как-то обращать внимание на то, что это вот рассказывается по пропаганде, что это все Запад, все это страна НАТО. Нет, это действия Владимира Путина и его команды. Все они являются на сегодняшний день военными преступниками. И пока этот режим не будет снесен, никакого улучшения жизни у россиян не будет. Андрей, благодарим, что вы прокомментировали это письмо Ларисы. С зрителем обращаюсь. Продолжайте писать. До конца часа мы еще будем обращаться к вашим ответам. А еще к вам, Андрей, у нас есть один вопрос. Да, мы сегодня просто в режиме реального времени, так это называется, следим за происходящим. Но тут же назревает очень серьезная история, которую уже даже Игорь Стрелков-Гиркин, так называемый, прокомментировал. Не иначе, как он констатирует, что страна на грани попытки военного переворота. И ох, и ночка будет сегодня, я так понимаю. Это относится к тому, что не заканчивается история, которую мы буквально полчаса назад начали обсуждать в режиме реального времени. Это заявление Пригожина по отношению к руководству Министерства обороны, по отношению к тому, что якобы была пущена ракета на не до конца уничтоженные подразделения его военные. Ну и он, как бы понимаем, что с ответом идет, или с приветом, я уж не знаю, как правильно сказать. Что происходит, Андрей, на ваш взгляд? Это действительно постановочное шоу, которое корректируется и, скажем так, как это, режиссируется, да, вот, из Кремля? Или действительно назревает интересная ночь, следующий день, за которым мы все вместе будем наблюдать? Ну, никакой интересной, наверное, ночи не будет, если мы говорим именно об этом, да. Интересная ночь каждый день, когда мы следим за тем, что ракеты, опять-таки, падают на мирные украинские города. Что касается Пригожина, по моей информации, опять-таки, вот, о которой я там буквально 10 минут назад получил, 94 человека его подразделения, вот этих главарезов, было уничтожено вот этим накрытшим ударом. Здесь то ли это ошибка Министерства обороны, то ли это, в общем-то, такая ответка на все публичные выступления Пригожина. Но, так или иначе, сегодня мы, вряд ли, какие-то события увидим, но это действительно интересный поворот, опять-таки, если это не ошибка. Мы видим прекрасно, когда в Шебекино зашли РДК и Легион Свободы России, как российская армия начала бомбить российскую территорию. В общем-то, как она делает и с украинскими городами. Так что ничего не остановит ни Министерство обороны, ни приказы из Кремля. То есть, это будет достаточно, ну, Пригожин тоже ответит, видимо, каким-то образом, не только своими заявлениями из ТикТока или социальных сетей. Но, в общем-то, здесь действительно назревает определенный конфликт, даже не назревает, а развивается конфликт между Пригожиным и Министерством обороны. Вот, кто из них выиграет, опять-таки, сейчас я бы не стал ставить ставки ни на одну сторону, ни на другую, но, так или иначе, в общем-то, конфликты нарастают внутри российской элиты, внутри страны, и это будет продолжаться. Поэтому здесь, ну, будем, как говорится, следить за развитием событий. Ответка, интересно, от кого тот Пригожин, ведь, обвиняет Министерство обороны непосредственно. Ответка, если от Министерства обороны, которые ничего не делают без решения самого главного человека в Кремле, то, значит, главный человек в Кремле на что-то обижен, или Министерство обороны уже, в общем-то, имеет и свое личное мнение, и свое личное отношение, и действие? Смотрите, не нужно рассматривать все-таки, да, что Путин, хоть и в ручном режиме управлял относительно, да, страной до полномасштабного вторжения, но военная машина, она, это бюрократия. Вообще, в стране бюрократия, в Украине бюрократия своя, в странах западных своя бюрократия. И, поверьте, в общем-то, от того, что желает, например, Путин, до реального шага, это, в принципе, достаточно такой долгий промежуток времени. Поэтому я считаю, что это, в общем-то, позиционирование и конфликт внутри Министерства обороны с Пригожиным, и, в общем-то, здесь решение не принималось в Кремле. Другое дело, что, опять-таки, какой будут ответы самого Министерства обороны, если они скажут, что это по ошибке, что у них были данные, что в этом, именно, на этой территории расположены какие-то украинские, не знаю, там, или войска, или подразделения, то, соответственно, они могут все это списать на, ну, вот, на ошибку. А другое дело, что кто будет сейчас разбираться во время войны. Я не уверен, что полетят какие-либо головы, я не уверен, что Пригожин лишится поддержки определенных сил в Кремле, в Кремлевской администрации, потому что, опять-таки, это не Путин сейчас раздает приказы, это все, в общем-то, решается на немножко другом уровне, немножко ниже. И, в принципе, мало кто сейчас открыто пойдет против Пригожина, пока Путин или кто там, или кого там выдают за Путина, да, этих одольников, не скажет какие-то заветные слова, что Пригожин теперь тоже враг. Сегодня даже я видел в социальных сетях, ну, мне прислали, например, Марат Гельман провозгласил, один из хороших русских, провозгласил Пригожина лидером российской оппозиции. Ну, это все срежиссировано, я так понимаю, действительно из Кремлевской администрации, Сергеем Кириенко, к которому Марат имеет непосредственно отношение. Так что, это все звенья одной цепи, будет запускаться и силовая линия, и публичная, и пропагандистская. Так что, кто в этой битве победит, сегодня это, ну, большой вопрос. Я бы, действительно, ставки пока не делал ни на одну, ни на другую сторону, но чем больше они будут грызться, тем больше они убивают друг друга, тем быстрее придет победа Украины. Сложно с этим не согласиться, Андрей, действительно, это именно так. Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения, говорите громче, был в нашем эфире.